привет мои дорогие друзья добро пожаловать ко мне на канал напомню что это канал о вышивке и моем творчестве я сегодня хочу поделиться с вами двумя финишами один аджесный 2 the hands across the sea sanders но те кто уже смотрит мой канал постоянно конечно же догадались потому что я показывала неоднократно что у меня вот-вот уже это все завершится решила совместить все в одном видео не показывать кусочками ну и также это наверное будет полезно тем кто ищет какую-то информацию по той или иной работе так вам будет намного легче это все для себя понять значит сэмплер который вы видите это пикок сайфер джеснен который я хотела продать он у меня не продавался все секундочку его повыше немного потяну вроде бы так нормально да не знаю у меня бывает иногда что не хватает у меня лимит есть на покупку вышивальных принадлежностей и иногда я смотрю что мне там можно продать что это могу на время расстаться потом опять себе купить это что мне сегодня важнее в общем так я его не продала ну чему я собственно и рада потому что значит это знак для меня что нужно вышить самой и в итоге я так и сделала я вы знаете вот много у меня работ очень много вышито это наверное первая работа которая от а до я была только для удовольствия мне все равно было когда я его закончу сколько я вышью в итоге я не прерываясь начинала его вышивать и так и до конца с ним в принципе и прожила неделю можно так сказать да сэмплер у меня вышивался несколькими видами ниток по ключу идут демси и шелковые нитки естественно мне на этот сэмплер не хотелось покупать отдельно шелковые нитки я считаю что это дорого потому что работа такая знаете не скажешь что не серьезная для меня она была только лишь как челлендж как вызов какой то чтобы вышить посмотреть что получится потому что редко его вышивают кстати ткань подарила мне моя подписчица если помните прилетела ко мне посылка из америки целая стопка и разных тканей я даже не знала что я несколько буду использовать не ну естественно там еще есть хорошие ткани которые для миробилий а вот такие вот маленькие отрезки и даже но не знала куда я буду эту ткань определять тем более тут 28 каунт вот в итоге все сложилось как нельзя лучше у меня просто все склеилось в один момент помимо этого я еще использовала нитки керен у меня ушел целый моток это пайн форест почему потому что он у меня был миробилий так как мы переехали в киев со мной вышивки не очень много потому что ну все увести я не в силах и вообще специально я поделюсь с вами привезла маленькое количество вещей чтобы я продвинула все свои начатоши вот и вот как то так все получилось ткань схема нитки из дому я взяла вот они идут по ключу кстати этот центр можно вышивать как на тридцатом так и на двадцать восьмом то что они советуют почему не рекомендую брать каунт мельче потому что у нас же есть шармик я вообще думала на этой ткани вышить через одно переплетение потому что я люблю смотреть на подобные вещи когда они такие миниатюрные крестики когда все так меленько-меленько но в итоге тоже надо давать своим глазам отдых в общем от а до я я получила полный просто восторг и удовлетворение от работы это вот процесс который только был для меня и больше не для кого в итоге он так понравился моему мужу он передать не могу оформить оформить как им говорила туда зашифрованы буквы вернее одна буква какая-то ну вот если первый второй ряд и третий надписи не расшифровала тут кстати пяти там вышивается почему еще не рекомендуют брать мельче потому что очень тяжело особенно те кто плохо видят вам будет нереально сложно это цемплер вышить ну вот мое мнение я бы вышила его на тридцать шестом на тридцать восьмом ну вообще да на сороковом каунте можно было вышивать но не было у меня материала во первых но вот этот шарм в чем прелесть этого дизайна этот шарм он довольно таки крупные смотрелся бы как гигант на фоне всего сэмплера а без этого шарма павлина нет смысла вообще как бы и вышивать весь этот сэмплер ну либо можно заменить вышить этих павлинчиков но мне кажется изюминка этого сэмплера как и во все остальные это их шармики я вам покажу сколько осталось у меня бисера он тут с головой его хватило бы еще маловато бисера я после миробили после что-то лайм привыкла что нет какой что-то лайм миробили что там килограммы бисера вот а тут его совсем немножко но тем не менее пришивала я все это невидимая нитка сейчас я покажу вам сэмплер поближе чтобы вы рассмотрели вместе со мной у меня сейчас нет пока что место для съемки я так это все на коленке потому что в одной из комнат идет ремонт не могу дождаться когда они уже идут с утра представляете ждала они опоздали ремонтники на на час 15 плюс они тут еще целый день я не знаю за этот день можно комнату было отремонтировать и тем более они уже неделю приходят мешают мне вообще перебивают все дни вот мои аппетиты вы можете наблюдать поэтому я не могу расположиться в той комнате потому что она такая более просторная и есть место для записи видео в итоге на все махнула рукой думаю ладно неделю уже собираюсь записать вам сэмплер был давно закончен у меня уже после этого сэмплера 2 работа завершилась так тут кончик вижу не стянула вот так что разгадывать этот бук очень интересный сэмплер кое-где опять же говорю что использовала и dmc старалась конечно керен вот надписи все кереном у меня вышиты цветочки кое-где но там по схеме видно что вышивать как поэтому я не сама там придумывала если вы будете вышивать шелком то вам будет четко видно какой заменять а в dmc они упростили вот видите стежочки еще рисовые в dmc они упростили и сделали там по-моему четыре цвета не сделали два цвета для dmc поэтому была сложность в схеме из-за того что допустим значок примеру я говорю сейчас уже не вспомню пи и ол вышиваются одним цветом dmc вам кажется что надо менять нитку и постоянно делаете закрепку а потом вспоминаете что это же один и тот же цвет вот в этом была небольшая сложность но ничего вот рисовые стишочки как я их обожаю они конечно долго делаются по сравнению с крестиком обычным да вместо двух проколов мы делаем три или четырех как вышивает мой но я балдею если честно вот результат мне тоже понравился вначале как-то я так не поняла она потом пришила бисер и шарм и все стало на место вот прелесть какая поэтому у кого есть запасах я вам говорю что можно быстро вышить хотя я была удивлена какой он большой так вот удаляю приближаю вот что еще забыла сказать а если будете вышивать dmc готовьте что вам наверное и не хватит по одному мотку потому что он большой семплер реально вот большой вот моя рука несмотря на то что он хуленький вот ну тоже такая когда повесила эту работу смотрю думаю могла бы же вот так вот на смести ты же могла два стопе ручка я вышла а потом такая думаю ну надо же припуски со всех сторон ну думаю где то вот так и что думаю я тут вышью тимуля 28 аккаунт а я думаю ладно шиканула все равно это был не подарок ткань вот и кстати я уже вышла на втором куске на таком сиреневом вышла еще один сэмплер у меня в оформлении сейчас я вам покажу тоже подруга мне подарила ткани эту я все отправляю есть что я вышибаю на ее тканях отчеты и делаю вот и меня все спрашивают что за ткань для того набор как же он назывался джесс нэн сейчас не вспомнил на f как-то называется флорентина что ли что-то на на сиреневой основе помните такая красивая чешская пуговица просто шикарнейшая вот так что скоро увидите мои фрагменты не должны прийти жду их не дождусь ну а так таки можете заменить эти нитки на другие но это то что было по ключу вообще вот джесс нэнчик когда у меня вышивается всегда у меня идут все отходы все какие-то остатки могу часто брать нитки ручного окрашивания знаете это такое все примитивное ну все давайте перейдем к моему второму финишу итак тадам ну все ребята это была мышеловка для меня уловка прямо вот вы знаете у меня в запасах ни одна схема от хэн за грозы си я когда впервые в семнадцатом году по моему увидела их или в семнадцатом на дешевел маркет нику никола приезжала со своими работами в общем не помню ну вот еще тогда очень мало людей вообще знали об этих экземплерах но я тогда уже увлекалась ими по полной программе и не только хэн за грозы си вы знаете что у меня и выше то уже не один примитив и семплер но вот много раз я кидала себе в корзину схемы потом убирала опять кидала но и до тех пор пока мне на день рождения не прилетел это чудо семплер которая кстати он является лимитированным именно для магазина традиционного стичерс он был произведен специально но это реставрация эта схема и продукция и девочка которая создала этот центр ей было 14 лет и морисон кстати обратите внимание что вот морисон фамилия она пишется иногда с двумя буквами r именно ее фамилия пишется с одной буквой r и это является шотландским сэмплером кстати часто шотландских сэмплерах используются алжирские глазки и чаще всего эти сэмплеры более яркие чем больше я читаю об этом и вообще давно я изучаю тему сэмплеров их значения как они создавались чем они раньше служили ну давайте раз немножко расскажу это уже было на моем канале несколько лет назад наверняка многие новые подписались подписчики много-много лет назад сэмплеры служили для маленьких девочек как предмет образования то есть именно на сэмплерах они оттачивали свое мастерство учились вышивать какие-то узоры потому что вот маленькие допустим части они использовали на фартушках раньше не было швейных машинок и нужно было девочкам уметь шить вышивать украшать какие-то изделия естественно и они таким образом вместе со своими учительницами повышали свою свое мастерство и вот и многие из девочек в раннем раннем возрасте начинали вышивать и разные есть теории что это хобби было доступно только лишь для более богатых козы житочных людей но тем не менее шили в то время все и если углубляться в более такую древнюю историю да то сэмплеры служили как предметом передачи информации много раз вы можете увидеть на сэмплерах когда написано даты как каких-то даты рождения и смерти что-то там изображали вот под разными вот такими вот знаками цветочками птичками и так далее они пытались донести долине какую-то часть своей истории что-то зашифровывали естественно в сэмплерах учились правописанию букв как вы видите что и алфавиты тут и цифры и так далее в общем очень очень много разной информации вот и чем больше я читала тем больше я поражалась тому как именно маленькие девочки могли сотворить подобные вещи вот эти вот сэмплеры разные если это один из самых таких не в общем это один из самых простых тут нет такого что-то сложного потому что присутствуют разные и гладивые стежки и каких только стежков нет именно в этом сэмплере количество ложеческих глазков меня с ума чуть не свело поэтому я сделала небольшой перерыв если посмотреть по тому как я вышивала я начинала с нижней части и шла вверх это основа тридцать седьмой каунтика я кстати покажу вам не остался вот такой вот кусок ткани я отрезала ее она у меня пойдет на какие-то прикладные вещи вот но оттенок очень красивый я еще не отутюжила вообще мне сейчас это все переносится туда-сюда некогда заниматься этими делами но все приведу в порядок я вышивала получается снизу вверх как я это люблю делать потому что я определяю границы часто оставляем до места паспорту оформляем рамку такие вещи можно не оформлять в паспорту очень редко когда я бы сэмплер украшала добавляла паспорт и чтобы не ошибиться я всегда отсчитываю вот этого угла какое-то количество крестиков сантиметров неважно чтобы мне было спокойнее что всего хватит и так далее но так как ткань я не покупала это был полностью комплект подарок от моей подписчицы начиная от буклета заканчивая нитками с водальжи и тканью я была уверена что ткань она мне рассчитала правильно и вы знаете когда я уже подходила вот к этой части меня осенило что возможно мне не хватит хотя если посмотреть внизу у меня отступ немножко меньше чем вверху но в принципе все идеально более-менее но был испуг поэтому все кто вышивает сэмплеры и кто будет вышивать сэмплеры что вообще когда-то хочет прикоснуться к ним знают и должны знать что счет в сэмплерах это самое главное да кажется что примитивно но не все сэмплеры примитивное это на первый взгляд создается такое впечатление иногда на сэмплер тратишь больше времени чем на полную зашивку и да тут есть места где вы не работаете да вот это все между этим но счет тут постоянно должен быть и когда я вышивала вот эти вот деревья вышила 2 и пошла вышивать это дерево и тут я понимаю что я ошиблась что это дерево я правильно вышиваю а эти деревья скорее всего что я не ту ниткой ошиблась вышла потом я посмотрела на схему и знаете отлегло а так бы я его забросила я вам говорю серьезно как только я нахожу какую-то большую ошибку и думаю хотя у меня характер такой что я пойду распущу вышью заново дойду до той точки где остановилась и потом я могу бросить на время тем не менее весь сэмпер в принципе если бы не алжирские глазки он вышивался легко но вот нижняя часть когда я вот дошла до вот этой вот эти то буквы я написала кити кити вместе со мной вышивала это моя дарительница она вышивала сверху и вот она несколько я и говорю то я хочу дня три четыре говорю повышевать она горды за пять дней его закончишь если ты уже на этом месте снизу я до была на 5 дней закончишь действительно я приблизительно потратила 5-6 дней не помню мне просто такие были дни когда по 10 крестика вышивалась и все а вот потому что верхняя часть намного проще тут меньше мы меняем нитку вот тут вот но уже я там себя сейчас нагнала в шею потому что мне хотелось увидеть финиш все я настолько вот как бы устала от этого и работаешь и вообще у меня очень много процессов мне хотелось от одного избавиться чтобы мне нация за следующей жертвой которая претендент на финиш да его в принципе можно за две недели вышить спокойно если у вас много времени свободного не знаю сколько я его вышивала в итоге может быть три недели потому что часто я вышивала его я бы по-моему дома начинала вышивать а в поездках я там его что-то пыталась тоже продвинуть вот давайте покажу вам поближе нитки уже в конце после показа я вам продемонстрирую на всякий случай если кто-то будет заказывать нарезку чтобы вы знали чего вам сколько нарезать ой какой-то пятнышко представляете я забыла про него отстираю отстираю и потом уже от утюжу или это от утюга да ну ладно будем разбираться с ним с этим пятном мне кажется немножко либо это от утюга какая-то вода кажется что красная либо это как шерстинки такие хотя я утюжила без опара ну что эти нитки нужно быть с ними очень аккуратными вот я не стирала работу старалась от утюжить по мере возможности на кое-где у меня ворсинки еще с ним нужно немножко поработать вот красивый сэмплер вы знаете я вот после него поняла что хайнза кроссе си это моя еще одна любовь которая росла во мне много лет и у меня уже несколько собранных хайнза кроссе си буду вышивать скорее всего что не знаю сколько я смогу себя сдерживать все сейчас покажу пока что давайте на этом сэмплере сконцентрируемся алжирские глазки так как я вышивала этот сэмплер в одну нить они более-менее аккуратные получились я смотрю вышивают его в две нитки и тогда алжирские глазки получаются не очень честно скажу я старалась я переживала много раз много ошибалась вот такое где еще ниточки нужно поправить вот я сейчас как раз вам это все демонстрирует для того чтобы ну и себе одновременно отмечаю обратите внимание на эту букву и она по ключу вышивается без вот этой вот части либо девочка забыла либо это так было задумано но смотрелось как-то пусто и опять таки я когда переписывалась со своей подругой китти я и сообщил о том что но многие просто вышиваю две линии вот этой вот красной ниткой вот так вот сюда она мне говорит вот смотри как я сделала поэтому это не моя выдумка это я у кити скопировала ракете какая ты умная гениальная надо свои сэмплеры составлять но она такая она придумывает очень много вещей что работает вышивальный магазин и у нее возможности есть наверное это просто какое-то внутреннее желание ой ну вот легче всего ушивались клубнички ягодки эти потому что уже в конце а вот верхний этот ряд это это была песня это знаете когда вы бежите какую-то дистанцию со всех сил стараетесь стараетесь и тут уже вас ничего уже нет ни желания не энергии и вот вы добегаете и вы продолжаете бежать вот это вот у меня продолжала бежать чтобы не остановиться не на потому что я тут честно скажу вам очень много поработала уже болела пятая точка но я старалась сэмплер получался получился небольшой если сравнить его с джеснэн ну вот опять-таки моя рука давайте рядом покажу как они смотрятся вместе видите насколько больше джеснэн ну так как он естественно и тоньше но тут каун крупный понимаете и энн моррисон я когда вот приехала в киев достал достала все свои процессы они у меня в отдельном чем-то не были я увидела эту часть она настолько была тонкая изящная река вау неужели то я неужели то я вышивала вы представляете вот такое вот у меня было было впечатление ну что еще могу вам сказать нравится мне гвоздички это очень такой сильный знак в сэмплерах вышивки он многое обозначает нужно изучать разные вещи поэтому я люблю сэмплеры с гвоздиками очень люблю они меня как-то привлекают мое внимание такое вот винтажное что ли вот и по ниткам если вам интересно если нет то можете перекрутить так 945 сразу скажу я обожаю свой дальше шелк обожаю я не первый раз работала с ним но всегда у меня хорошее впечатление вот я показываю ниточки а вы сами смотрите сколько тут осталось то есть желтого тут на два отшива хватит этих тоже в принципе этот даже моток не тронут был их два от авторов от второго остались ниточки но опять-таки никола она рассчитывает на разные размеры тканей поэтому дают в общем вот так в принципе до этих пор что я показываю всего в принципе хватит и на 2 отшив но эти ниточки мне будут переходить ребята в следующие сэмплеры потому что я не хочу останавливаться мне очень понравился этот опыт вот так и сейчас я вам покажу нитки которые я бы вам рекомендовала так принципе на 1 или 2 матка 122 вполне возможно что хватит на 2 отшива с учетом если вы будете вышивать на 37 либо 40 аккаунте а вот 37 34 вам понадобится купить отдельно это если вы будете вышивать два сэмплера это я вам говорю по остаткам допустим метраж тут полностью надо покупать полный моток если этих по половине хватит вам то только одной нитки вам надо будет купить половинку а это вот у меня остался 26 46 которые не тронуты даже видите то есть какие остатки то с тем что я еще раз порывала вот но с этими вещами нужно будет аккуратно сразу говорю что от пятна должна я избавиться там ничего страшного нет но эти вещи я не буду никуда носить никому показывать ну разве что может быть в своих руках девочки если я пойду навстречу только в своих руках в роли аккуратненько потому что ну вот мне это пятно уже понимаете мозолит глаз я совершенно забыла я увидела и забыла вот ну помимо этого я знаю что все чистыми руками и так далее но никогда не знаю если что-то взялся может и не увидишь что руки в чем-то да поэтому если я ну скорее всего что может быть и принесу показать кому-то до навстречу но будут только в своих руках показывать потому что тут очень драгоценные материалы вообще для меня это центр важным явился давно я не вышивала такое и это репродукция не хочу сказать что какая-то там важная ценная это лишь очередной вышитый проект но так как это все вышивалось шелком и так далее поэтому буду очень аккуратно с этим вот в принципе если и дальше так пойдет то не так можно в половину брать нарезку и и смело вышивать вот на примере с моррисон опять-таки это только у меня один вышитый дизайн от данной компании в запасах море и будет еще больше потому что я продолжаю заказывать вот ну потихоньку потихоньку это все равно не будет у меня вышиваться нон-стопом но при желании ими желание есть такое иметь один процесс хэнзы си теперь это у меня уже сто процентов вот не знаю как долго я буду себя сдерживать если честно я вот хотела сразу же начать другой сэмплер у меня на это все есть составляющего не там на показывала вам нитки но и схему я вам по моему давно показывала вот мой следующий проект это был самый первый сэмплер который я вы решила вышивать и данной компании в опять-таки не помню 17 или 18 год написано то есть у меня был вопрос мне выбор между попугаем либо сарадаус доус наверно там сарадус вот и я долго размышляла мне нравится этот этот но по-моему у меня тут ракушки соблазнили тоже не такое значение глубокое вот и я решила вы еще этот первый сэмплер а попугая уже потом на попугай потом стал таки мега популярным но я его все равно заказала вот совсем недавно заказала пусть будет схема потому что знаете с этим лучше не играться там есть схемочки по 100 долларов и выше от данного производителя я как бы не очень хочу тратить на это деньги такие когда я могу вот купить по оригинальной цене значит тут довольно таки сильные слова память родителям вот это все будет вышиваться через одно переплетение так тут не был аппетита на нет на morrison не был аппетитом это более такой простой сэмплер вы видите по сравнению с этим во первых тут и размер довольно таки хорошие сколько тут у нас я буду вышивать на 40 каунте и размер в крестиках ух ребятушки 294 на 523 так как у меня 40 каунт как я сказала но у меня по метражу я посмотрела вот 40 каунт 14 7 на 26 и 15 нет 27 на 32 и 15 а что я считала что я считала мне кажется я просчиталась проверю ткань это дизайн на 14 7 это все вы ничего мне это нужно умножить на 2 и 5 и в любом случае я покажу вам основу если нет быстренько закажу покрасить может быть сдержусь вот такая вот основа но у меня тут 50 на 70 50 на 70 это сороковой каунт я вышью нет начала я посчитаю потом я вышью крестиками и пойду до конца посчитаю сколько там до потрачу времени много но даже не знаю вот в любом случае нарезка у меня есть тут все по половине вроде бы мы тут все нитки есть вот такие красивые оттенки вот они нам будет прекрасный просто этот сэмплер говорю что я его увидела ахнула от красоты но потом как-то все это знаете переезд один за вторым и собирала тогда и миробильки понимаете что все собрать не невозможно я считаю что будет просто бомбически в общем в следующем видео я вам покажу другие еще покупки тоже там есть hands across the sea вот но у меня в вишлисте огромное количество данных сэмперов они кстати нереально красивые и не часто на обложке нам показывают несмотря на то что это отшив в середине буклета сейчас покажу очень кстати мне нравится их цветная схема и на каждом тут нет на энн моррисон практически на каждом было показано так а чё тут они не наверное очень старая схема ну как относительно потому что у меня очень новеньким пахнет тут нет в середине не не вкладывали нам тут то есть ключ только на одной странице и чего энн моррисон был более такой свеженький буклет но это вот один из самых таких вот первых все ребята так уже долго рассказываю вам но вот хотела поделиться с вами как раз и увидела кое-какие недочеты сейчас буду этим заниматься потому что по-моему я считала дизайн именно самой работы тут же нас еще и припуски но если припуски нет сейчас буду все пересчитывать потому что пятьсот двадцать три стежка то есть двести девяносто четыре на пятьсот двадцать три 294 по ширине хватит а вот по высоте не знаю потому что я смотрела у ины джагес у нее ткань огромная была но она на 26 по моему собиралась вышивать все мои хорошие вот я постирала работу в холодной воде пока что ничего не поленяла но посмотрим пятнышко было бы тут на она вроде бы как и есть еще чуть-чуть я не знаю достирать его с первого раза тут это хвостики выглядывают это не это хвостики надо обрезать будет их любом случае если будет заметно так я камер отдаляю еще немножко заметно постирают да еще раз ну что ну вроде бы как отстиралась сейчас я еще буду утюжить ткань еще сырая и мне нужно дождаться пока она полностью высохнет потому что ребята когда даже под действием утюга у меня такое было вроде бы как практически сухая работа но она если у вас до конца не будет высушена могут нитки потечь поэтому я вам не рекомендую влажные работы нитки которые возможно потекут утюжить не важно даже без пара под действием утюга вы понимаете какая температура и на лишь лежащее пространство может дать цвет поэтому у меня вроде бы как все получилось я думаю что все отлично осталось теперь подряд этом кончики но я кое-где уже подрезала вот все теперь она у меня в порядке я рада спасибо вам что посмотрели это видео я так не рассчитывала его записывать ну бывает а а а Субтитры подогнал «Симон»